Проспект Ленина – самый центр города, но наслаждаться урбанистическим пейзажем не получается. Благопристойный исторический облик памятников архитектуры уродует яркий клякс информационных вывесок. Долгое время руководство города в ситуацию не вмешивалось, но теперь рекламному беспределу решено дать бой. В пятницу сотрудники администрации областного центра провели рейд по выявлению информационных и рекламных конструкций, установленных самовольно и в нарушении закона. Сегодня предприниматели, может быть незаметно для себя, в отсутствии какой-то регулятивного контроля со стороны администрации, допустили вот такую ситуацию, что исторический облик был спрятан за этими рекламными конструкциями, которые мало того, что не соответствуют нормативам, они представляют угрозу для жителей. Например, взять вот эту конструкцию, которая висит без проектного согласования, она может вызвать при ветровых нагрузках какую-то опасность. Поэтому во избежание этого нам сама задача администрации привести в соответствие законодательствам. Это самая главная цель. Первый шаг – выявить несанкционированную рекламу. Оказалось, что на отрезке проспекта Ленина от улицы Красной Армии до Почтовой в общей сложности 38 рекламных и 142 информационные конструкции. Разрешительная документация в наличии только на 20. Остальные по закону подлежат сносу. Однако рубить плечи администрации не будет. Сначала предприниматели предупреждают. Вручают предписание с требованием нарушения устранить. Готовы к диалогу с предпринимательским сообществом, с малым бизнесом, разработать формы сотрудничества, чтобы это в кратчайшие сроки и удобно для них это можно было согласовать. Но если от них будет взаимодействие, мы, я думаю, в ближайший месяц-два этот вопрос уже поставим на какие-то продуктивные рельсы. К зданиям, являющимся объектами культурного наследия, а таких здесь немало, требования категоричные. Вывеска должна состоять из отдельных букв, без использования непрозрачной основы для их крепления. Установлены также максимальные размеры для консольных конструкций, не более полуметра в высоту и ширину. Работу над ошибками владельцам магазинов в исторических зданиях придется сделать быстро. Иначе… Демонтаж должен осуществлять в течение пяти дней, а после этого мы будем проводить демонтаж с вами силами. Силами управления. И силами управления благоустройством. Окруженная старинными домами, как памятник коммерции, бликует вывесками это здание, приглашая прохожих перекусить, поиграть в бильярд и прихорошиться. Ни одна из реклам не соответствует закону. Ни на одну у хозяев строения нет разрешений. Для владельца павильона оставляют предписание. В случае, если он не согласится узаконить рекламные конструкции, будут приняты крайние меры. Уже до конца месяца, уверены в мэрии, с незаконной уличной рекламой на центральном проспекте города будет покончено. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.